Средняя зарплата белорусов по итогам 2022-го выросла на 13%. К концу года она должна превысить 1620 рублей. Это связано с тем, что увеличили оплату труда для воспитателей детских дошкольных учреждений, а ковидные надбавки для медиков трансформировались в другие виды доплат. В стране определили перечень учебных предметов, виды, формы и сроки проведения итоговых испытаний в 2023-м. Ученики девятых классов будут сдавать русский, белорусский, математику и историю Беларуси, а один из этих классников ждет централизованный экзамен в письменной форме. Постановление вступит в силу после официального опубликования. В Беларуси по итогам года будет произведено импортозамещающей продукции на 25 миллиардов долларов. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Половина пойдет на экспорт. В приоритете использование местных сырьевых ресурсов. Большое внимание уделяется переработке льна, древесины и кожи. ГАИ с января повысит стоимость на некоторые услуги. Курсантам при повторной сдаче практического экзамена придется заплатить 40 рублей вместо 36. Дороже станет составление договора купли-продажи, мены и дарения специалистам регистрационного отделения. Поднимется цена на выдачу справки наличия водительского удостоверения. В стране продолжается благотворительная акция «Наши дети». В середине декабря не только долгожданные подарки, но главное – тепло и заботу получают свыше трех тысяч маленьких белорусов. Марафон добра уже больше четверти века согревает сердца. В этом году продлится до 15 января.